Всем привет! Сегодня на обзоре пульта дистанционного управления. Два одинаковых пульта в руках я держу не просто так. Один из них имеет функцию воздушной мыши AirMouse. Другой же такой функции не имеет. Курсор управляется навигационной клавишей только по горизонтали и по вертикали. Вверх-вниз, влево-вправо. В остальном пульты абсолютно идентичны. Также у обоих есть микрофон и обои можно запрограммировать. Имеется кнопочка программная. Поставляется в такой вот коробочке. Работать может на операционных системах Android, Windows, Mac и Linux. Подключить можно к таким устройствам, как Smart TV, PC, Android, TV Box. Как мышь можно использовать к мобильным устройствам, можно подключить и даже можно использовать в некоторых играх. Вместе с пультом идет такой вот USB приемничек, который необходимо будет вставить в устройство, которым вы хотите управлять. И также имеется инструкция. Инструкция на английском языке. Давайте рассмотрим пульт поближе. Работает от двух батареек типа 3А. На пульту расположена кнопка включения-выключения, которую можно запрограммировать, считать информацию с другого пульта. Как это делается, я чуть позже обязательно покажу. Справа кнопочка убрать-включить звук, посередине микрофон и световой индикатор. Кнопка Dell стереть, включение мыши, кнопка меню, навигационная клавиша, кнопка назад, кнопка домой, включение микрофона, регулировка громкости. И снизу расположены мультимедийные кнопки. Перемотка лево-вправо, плей-пауза. Программируется пульт очень просто. Для этого берем, зажимаем кнопку включения-выключения. Вот у нас индикатор моргнул. Все, пульт в режиме программирования. Располагаем напротив пульта, с которого мы хотим считать информацию. И на том пульте нажимаем кнопку, которую мы хотим считать. Вот все, два раза опять моргнул, все, информация считана. Если вы хотите сбросить данную кнопку, для этого удерживаем одновременно кнопку Dell и кнопку OK. Вот, пульт моргнул, опять два раза, все, кнопка, которую мы только что программировали, она сброшена. Также можно регулировать курсор. Для регулировки курсора удерживаем кнопку OK и кнопками громкости регулируем скорость курсора. Громкость меньше, соответственно, скорость курсора меньше, громкость больше, соответственно, скорость курсора больше. Давайте вам еще продемонстрирую работу микрофона. У меня как раз сейчас на тесте приставка, которая изначально не имеет голосового управления. Я просто поставил на нее Google сервисы. Открыть YouTube. Ну вот у нас открывается YouTube. Канал Сливки Шоу. Ну вот он нам нашел канал. И на этом, собственно, все, что я хотел вам показать. Как по мне, отличный пультик за небольшие деньги. Где его приобрести, вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok